Господин посол, на последнее время нам удалось немало сделать в плане углубления наших отношений между Белоруссией и Турецкой Республикой. Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Реджеттейпом и Эрдоганом, но я думаю, это вопросы решаемые. У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили, и Турция, и Беларусь выступают с позицией дипломатического разрешения этого конфликта. Что касается наших торгово-экономических отношений, когда-то мы достигли договоренности о достижении полуторамиллиардного товарооборота. По-моему, больше миллиарда мы уже второй год имеем товарооборот. Нам надо выходить на этот уровень, тем более возможности такие есть. У нас большой интерес к вашей суверенной, независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу, и в этом, конечно, ваш президент превзошел всякие ожидания, можно сказать, турецкого народа. Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо. Хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время. Господин президент, для меня большая честь сегодня встретиться с вами и иметь возможность обсудить вопросы как двусторонней повестки дня, так и международной. Прежде всего, я бы хотел передать самые теплые слова от президента моей страны Роже Абардогана. Во-вторых, я бы хотел выразить слова искренней благодарности за ту помощь, которая была оказана белорусской стороной нашей стране в результате землетрясения, которое случилось в феврале. Мы были поражены солидарностью белорусского народа, и мы никогда не забудем помощь, которую оказали нам белорусские друзья. Белорусские люди, которые были настоящими друзьями.